Всем добро пожаловать на Изумленный Кораном, сериал, где я рассказываю о том, что меня изумило в Коране. Вот такой момент меня очаровал. В этих сериях, если знаете, конечно, мы разбираем аяты, которые очень похожи друг на друга. Сегодня я тоже сравню два похожих аята. Первый из суры Худ, 11 суры, а второй из суры Аль-Ан-Кабуд, это 29 сура. В обеих говорится о великом пророке Люте, алейхиссалам, или по-библейски Лоте. Я буду сравнивать только первое предложение в этих двух аятах. Когда наши посланники явились к Люту, он огорчился из-за них. Си-Абихим, он огорчился из-за них. Это повторяется в суры Аль-Ан-Кабуд. Здесь дополнительно Аль. В предыдущем было Валям-Ма-Джа-Эт, а здесь Валям-Ма-Ан-Джа-Эт Рус-У-Лю-На-Лю-Тон-Си-Абихим. И хотя в обычных переводах перевод этих аятов одинаковый, цель добавления этой Аль-Ан, чтобы привнести ноту ожидания, мол, ну наконец-то. То есть в конце концов, когда наконец-то, после долгого ожидания, ангелы прибыли к Люту. Он огорчился из-за них. То есть здесь дольше продолжительность. Оттенок более длительного ожидания, когда приходит помощь Аллаха. Люд же был расстроен, когда придет помощь Аллаха. Но когда она пришла в виде привлекательного мужчины, это расстроило его еще больше. Но вот этого удлинения из суры Аль-Ан-Кабуд, нет, в суре Худ. И вот об этом-то я бы и хотел с вами поговорить. Но вы будете удивлены, сегодняшняя тема вообще не о Люте. Тема вообще не о Люте. Тема о пророке, саллиллаху алейхи вассалям. Что здесь нужно понять? Коран повествует пророку, алейхи салляту ассаляма, предыдущих посланников, чтобы воодушевить его. Помочь ему увидеть свою миссию их глазами. Их наследие стало его наследием. Их слова стали его словами. Вот почему они в Коране. Понять то, что было в Мекке, когда пророк говорил. Он говорил Коран. Перед ним не было бумаги, книги. И когда он говорил о наследии этих пророков, люди не отделяли их наследие от него, ведь они слышали это из его уст. И он сам не отделял себя от этого. Все они были словно единым телом одного человека. Мы не делаем различия между его посланниками, как говорится в конце Бакары. Он отождествлял себя с миссиями этих великих пророков. Сура Худ была неспослана ранее. И ранее в его миссии Аллах говорит, упоминая историю люто. Иной раз, когда Аллах посылает помощь, это бывает не всегда тем, что ты хотел. Но позже в Анкабуте, смотрите, для чего это удлиненная протяженность? Потому что вся сура Анкабут начинается с повествования о том, что мусульман постигают тяготы. Стало по-настоящему тяжело, когда с подвижника брали и клали на раскаленные угли. Клали его на них без рубашки и вставали на него. И кожа на его спине плавилась. И в таком виде он пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Говорит, что такого мы совершили? Почему не приходит помощь Аллаха и не спосылается этот аят? И когда не спослалась с Сура Анкабут, в первых же аятах верующим говорилось о терпении. Неужели вы думаете, что попадете на небеса, не будучи испытанными? Люди до вас тоже испытывались. Потом Аллах говорит о Нухе. Не случайно. Почему Аллах говорит о Нухе? Нух терпел веками. Веками. Ему приходилось терпеть. И потом к Нуху, алейхи вассалям, пришла помощь в виде воды. Потом Аллах говорит об Ибрагиме. Его собственный народ против него ополчился. И Ибрагим был спасен из огня. Как Нух был спасен от воды, Ибрагим был спасен от огня. Далее, после Нуха, Аллах говорит о люте. Аллах говорит о нем. Поистине, я переселяюсь к своему Господу. Через люто. Аллах сказал пророку, ты тоже скоро переселишься. Нух должен был оставить свой народ. Ибрагим должен был. Люд прямо сказал, я переселяюсь. Анкабуд была неспослана почти прямо перед переселением пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах как бы сообщил ему код через наследие других пророков, что он должен переселиться. И говоря в этом контексте, когда же наконец придет повеление, и мы сможем убраться отсюда? Ожидание было таким длительным, что когда приводится история люто, в конце концов, долгожданные посланники наконец пришли. Интенсивность ожидания в этой суре была подчеркнута, потому что вся сура об ожидании повеления Аллаха переселиться. Вот тема этой суры. И через это маленькое анн пророку, саллиллаху алейхи вассалям, было обещано избавление. Избавление неожиданным образом. Но потерпи, подожди. Потрясающе. Да, в обоих случаях это история люто, алейхи вассалям. Но через эту историю пророку было сказано это. Вот что меня поразило в этом эпизоде. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.